Как можно узнать, обратиться к педиатру, обратиться к невропатологу или же почувствовать и сам родитель? Вопрос, здесь мы затрагиваем вопрос диагностики и постановки диагноза. В разных странах, во-первых, есть разные подходы, но в любом случае уже первые три месяца жизни можно увидеть, врач может выявить определенные неврологические отклонения и потом, в дальнейшем тоже можно выявить определенные отклонения, но неизвестно, нельзя сказать, что это может привести к каким-то аутичным проявлениям. Это только время покажет, поэтому во многих странах диагноз ставят уже в возрасте где-то трех лет. Ну, здесь, на мой взгляд, это не вопрос постановки диагноза, а вопрос того, что на ребенка надо обращать внимание с самого рождения. Если родители видят, что что-то его беспокоит, то нужно обратить на это внимание. Нужно учесть, что ребенок, как он не может говорить, он еще не может сказать, что конкретно его беспокоит. Ну, вот надо обращать на это внимание, консультироваться с опытными детскими врачами. Собственно, любая опытная мама тоже уже, имея опыт рождения и воспитания детей, она уже может что-то определить, то есть какие-то отклонения. Но любому врачу-педиатру, врачу-неврологу они известны, в каких эти возрастные нормы, какие проявления должны быть, такие рефлексии, как говорят врачи, должны быть в каком-то определенном возрасте. Врачи, 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 врачи. Congress. Врачи, врачи, например, если к染 Beauty of the students' 녹овида, врачи, 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 врачи. И они ухранят, вы наше время ума ухраняете. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.